Самая малоизученная часть нашей планеты – Мировой океан. О том, как исследователи с каждым годом открывают всё больше тайн его глубин, традиционно узнают школьники Севастополя. Встречи ребят с экспертами проходят в рамках марафона «Море знаний» от Морского гидрофизического института РАН. Главное мероприятие этого марафона – это наши интеллектуальные игры. В этом году участвуют 12 команд в наших играх. Вот только что закончился первый отборочный тур. Ребята хорошо себя проявили. Надеемся, что дальше будет ещё лучше. Они имеют возможность общаться с нашими учёными, докторами, кандидатами наук, молодыми учёными. Именно учёные оценивают знания школьников во время интеллектуальных игр. Главная цель такого взаимодействия – привлечь в науку подрастающее поколение. Знаете, я вообще была удивлена, потому что вопросы очень сложные. Я сама когда просмотрела, достаточно сложные вопросы, и решать там, и кроссворд тоже занимает время, и то, что там были другие задачки, они достаточно сложные. Ребята справляются, это очень похвально. Мы, в общем-то, и хотим, чтобы ребята шли на естественные науки, вот, например, в университет, филиал МГУ. Потому что здесь есть отделение географии, есть отделение физики. Вот, это те ребята, которые потом приходят к нам, успешно очень у нас работают, защищаются. То есть у нас очень много выпускников филиала МГУ. Не только проявить себя, но и узнать много нового. После игр ребят ждёт интерактивная выставка «Мир науки». Здесь участники знакомятся с современным оборудованием для изучения моря, его свойств и обитателей. Среди установок – настоящая лаборатория для культивирования микроводорослей, которая обеспечивает необходимые для организмов условия в искусственной среде. Микроводоросли – это одноклеточные организмы, которые в своём составе имеют очень много белка, витаминов, микроэлементов. И они представляют интерес для производства биологически активных добавок, медикаментов в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве они не только как продукт пищевой промышленности, а также могут ещё использоваться в очистке источных вод. В нашем городе научный марафон для школьников «Море знаний» проходит в девятый раз. И с каждым годом совершенствуется каждая из его площадок. Меняется марафон, растут наши участники, растёт наш марафон. Мы стараемся, чтобы задания были более интересными, более качественными. И, конечно, для того, чтобы проект развивался, он должен расти и улучшаться. Участников, ставших лучшими в отборочном туре интеллектуальной игры, ждёт «Суперигра», которая состоится 24 ноября. В этот день всех желающих приглашают и на праздник «Наука вокруг нас», который начнётся в 15 часов в севастопольском филиале МГУ. Валерия Солдатенкова, Денис Александрович, Севен, Форумбюро.